МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной. В этом выпуске. Ремонту подлежит. В Чебоксарах обсуждали проблемы проведения капитального ремонта жилого фонда. Автомобиль в законе. В Чуваши открылся новый пункт регистрации автомобилей. Мир без слез. В детской больнице прошла благотворительная акция. Важной задачей, определенной майскими указами президента Владимира Путина, стало снижение смертности от внешних причин, в том числе и от дорожно-транспортных происшествий. Какие меры необходимо предпринять в Чуваши, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, обсудили на заседании правительственной комиссии. С 2010 по 2014 год в республике построено и реконструировано около 147 автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Отремонтировано 738 километров. На федеральной сети дорог в границах населенных пунктов проводилось устройство наружного освещения. Особое внимание уделено приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ. Подобные меры помогают создавать комфортные условия для водителей и пассажиров, что в свою очередь положительно влияет на снижение аварийности. Но этого недостаточно. Понятно, есть безопасный город, понятно, расширяем дороги, модернизируем проезжие части, но в то же время культура каждого водителя, конечно, культура каждого пешехода должна быть на другом уровне. По статистике, каждое седьмое ДТБ происходит по вине пьяного водителя. За шесть месяцев 2015 года по этой причине произошло 104 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 19 человек погибли и 152 ранены. Нетрезвый водитель за рулем – это источник повышенной опасности, поэтому предпринимаемые меры по отношению к нарушителям должны быть жестокими. С 1 июля вступили в силу изменений уголовно-административных законодательств, в результате меры воздействия в отношении лиц, так и управляющих транспортными средствами, в состоянии пьянения. Так, за повторное правонарушение, связанное управление транспортными средствами, признаками пьянения введена уголовная ответственность. Максимальные санкции, которые предусматривают до двух лет решения свободы. Уголовное наказание следует и за отказ от мета-свидетельствования. За прошедшие полгода 52 водителя повторно уже были привлечены к административной ответственности. Они не попали под новые правила. Однако первый случай применения поправок уже произошел 1 июля в Комсомольском районе. Мы никого не прикрывали и не будем прикрывать. Все правонарушители, несмотря на свои должности, на свои ранги, у нас привлекались к ответственности и будут привлекаться согласно норм действующего законодательства. Всего за 6 месяцев 2015 года на территории республики зарегистрировано 712 ДТП, в которых 86 человек погибли и 986 ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество столкновений сократилось на 5,6%, наездов на пешеходов на 10,2%. Но несмотря на положительные тенденции, правительство Чувашии намерено продолжить комплексную работу по реализации всех мероприятий, предусмотренных в республиканских программах. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Рассель Мухаммедов, Республика. Продолжаю тему безопасности на дорогах. Порядка 40 тысяч жителей республики с начала этого года зарегистрировали свои автомобили и получили права. Водителей в Чувашии стало больше. Возникла необходимость в открытии нового пункта для регистрации машин. Он заработал недавно вблизи поселка Лапсара. Сегодня возможности этого центра продемонстрировали журналистам. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Новый пункт регистрации автомобилей Чебоксара мы действительно необходим. Он должен сократить очереди, отмечают в ГИБДД. Раньше поставить свою машину на учет было возможно в трех государственных отделах. Подразделения из Альгешева и Лапсар теперь расположились под одной крышей на федеральной трассе М7. Грузовой транспорт отдельно у нас находился на регистрации легковой. А сегодня все это в общем регистрационном подразделении. Также для нашей республики она необходима, потому что и жители нашей республики, проезжая, или проезд транспорта, сегодня Российской Федерации, имеет право зарегистрироваться в нашем регистрационном подразделении согласно требованиям приказа. В новом пункте открыли сразу 15 регистрационных окон. Поставить автомобиль на учет здесь возможно меньше, чем за 30 минут. В ГИБДД продумали до мелочей вопросы обслуживания клиентов. Сервис европейский. Для водителей здесь создали зоны для отдыха и кафе, а для их детей игровые уголки. Но в перспективе этот пункт должен стать многофункциональным. В будущем они предлагают здесь же запустить линию государственного технического осмотра. То есть тоже компания здесь будет. То есть людям было удобно пройти технический осмотр и сразу получить страховку, как мы увидим. Она все здесь имеется. Вы сегодня можете посмотреть. Также для осмотра транспортных средств в зимнее время для нас предусмотрен длинный специальный гараж. Вы видите тоже, где будут осматриваться все транспортные средства, которые будут выявляться нашим прибором. И в случае возникновения здесь будет находиться автоэкспертиза. Водители уже оценили преимущества нового пункта. Водители со стажем говорят, раньше для того, чтобы поставить свое авто на учет, приходилось занимать очереди с самого утра. Приходилось рано-рано вставать, прийти записаться в очередь. Там была своя общая тетрадь, была толкотня. Ругались, в прямом смысле ругались. Я сюда пришла заменить государственные знаки. Здесь все сделали очень быстро и удобно. Я уложилась за 15 минут. Здесь много приемных окон и делают все очень быстро. Новый регистрационный пункт заработал недавно. В ближайшее время его территорию необходимо благоустроить. С открытием нового пункта регистрации автомобилей встал вопрос о обеспечении безопасности водителей. В ближайшее время на трассе М7 необходимо установить новый светофор. В ближайшее время регистрационный пункт должен стать и своеобразным учебным центром. Здесь планируют разместить специальные стенды для обучения детей. Азбуки дорожной безопасности. Витарь Говалев, Рассель Мухаммедов, Республика. С одной стороны права, с другой обязанность. Еще в 2012 году Госдума приняла закон, который обязывает россиян платить за капитальный ремонт. С начала этого года созданные в регионах специальные фонды начали рассылать платежные квитанции. Ряд управляющих компаний и ТСЖ создали отдельные счета. На данный момент сложилась непростая ситуация. Проблема организации проведения капремонта обсуждали сегодня в столице Чувашии на межрегиональном семинаре. Значительная часть домов в изношенном состоянии. 30% и вовсе нуждаются в немедленном ремонте. Такова на данный момент ситуация в Чувашии, что не сильно отличается от общей картины по стране. Ни федеральные, ни местные бюджеты ремонт такого количества жилья не осилят. Исполнять федеральный закон номер 271, то есть привлекать на капитальный ремонт средства собственников жилья, оказалось не так просто. Так, в Чувашии собирается только половина. В среднем по российским регионам чуть более 62%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Чувашии в 2015 году 5 рублей 50 копеек за квадратный метр. А значит, плата, к примеру, за трехкомнатную квартиру обходится владельцу приблизительно в 400 рублей в месяц. Власть не оставляет людей наедине с заботами содержания своего имущества. На рубль, вложенный собственниками многоквартирных домов, государство из источников разных уровней вкладывает еще полтора-два рубля. В конце марта 2013 года в Чувашии опубликовали республиканскую долгосрочную программу капитального ремонта. Она рассчитана до 2043 года. В нее попали 4732 дома. Если говорить о ближайшем будущем, то, к примеру, в Чебоксарах скорую ремонтную помощь за прошлое и нынешний год должны получить 82 многоквартирных дома. Общая стоимость работы составляет 153 миллиона рублей. Из них за счет фонда содействия 42 миллиона рублей, за счет господдержки республики 28, за счет средств муниципального бюджета 44 миллиона, средств собственников около 39 миллионов рублей. В настоящий момент работы по 72 домам близится к завершению. В оставшихся 10 домах к работам по ремонту систем газоснабжения приступим после согласования проектно-смертной документации. Что ж, ремонт идет, хоть проблем по-прежнему много и во многих регионах они схожи, отметили собравшиеся. Это один из самых актуальных сегодня вопросов. И действительно, есть очень многие схожие вещи, очень многие схожие проблемы. И очень важно, что сегодня прозвучали они с разных регионов. Есть специфика в разных регионах. Сейчас важно выработать общее межрегиональное решение, с которым можно выйти уже на федеральный уровень. Работа в этом направлении как раз и началась сегодня в столице Чувашии. Мы принимали обращение и к Нарышкину, и к Медведеву по совершенствованию законодательства. И сегодня мы четко договорились, хватит митинговать, хватит разговоров вести. Значит, нужно работать с населением, нужно работать нам, депутатам, совместно с Государственной Думой, с правительством, как региональным, так и федеральным, по усовершенствованию законодательства в этой сфере. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Республике реализуется программа по переселению из ветхого жилого фонда. 860 аварийных домов вошли в нее. В пяти районах Республики проблему ветхого жилья уже решили. Наиболее остро она стоит в Чебоксарах. Наша съемочная группа побывала сегодня в Сосновке и увидела, как сносят ветхие дома. 594 чебоксарские семьи необходимо переселить в комфортные условия. Они проживают в 76 аварийных зданиях. Параллельно с переселением администрация города занимается и сносом аварийных домов. В прошлом году были снесены два дома по улице Щерса и по улице Калинина. В этом году необходимо снести еще четыре. В том числе и этот по улице Сосновская. Федор Москалюк живет в Сосновке уже 50 лет. Помнит всех жильцов этого дома. Рассказывает, что все уже переехали в новые квартиры. Этот дом построили пленные немцы. Рабочие, которые разбирают дом, показывают гвозди. В Советском Союзе такие не делали. Гвозди ковали на кузнице поблизости. Рассказывают, что вытащить крепеж сложно. Но к концу недели обещали, что от этого дома и дворовых построек ничего не останется. Программа сейчас на сегодняшний день. Первый этап очень активно идет. Граждане уже переселены. На сегодняшний день уже идет снос домов. Вот здесь, в Заволжье, на сегодняшний день контракт заключен на четыре дома. В прошлом году снесли два дома. В этом году еще семь и четыре. Снесли недавно и дом Людмилы Косихиной. Взамен 20 квадратов они получили благоустроенную квартиру в Садовом. Но переезжать не захотели. Отдали ее сыну, а сами построили дом в Сосновке. У нас все устраивает. Квартира шикарная. Потому что мы жили, у нас было 21 квадратный метр. Но что это такое? Сейчас мы получили благоустроенную, теплую, красивую, хорошую квартиру. 33 квадратных метра. Для нас это счастье. У большинства жителей Заволжье есть сады. Там они, конечно же, строятся, обустраиваются. И некоторые, конечно, остаются здесь. На месте уже снесенных зданий пустыря не будет. Сейчас Заволжье активно застраивается. И скоро здесь появится новый дом. В 2009 году у нас был построен новый дом. Частично туда заселили. В этом году у нас достраивается еще один 16-квартирный дом. На 16 квартир будем переселять туда жителей. И планируем начать в этом году строительство еще двух трехэтажных домов. Федор Маскалюк тоже планирует остаться в Заволжье. Говорит, что в другом месте и не представляет, как жить. Тем более, что сейчас все делается, чтобы Сосновка стала краше. Планировку я вообще-то не видел, какая будет. Но надеюсь, что при нынешней администрации будет красивая Сосновка. И с удовольствием будет приезжать Сосновский из города отдыхать. В целом, на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Чувашию в течение нескольких лет из разных источников поступят порядка 5 миллиардов рублей. Так что из Заволжье вся республика преобразятся. Татьяна Молок, Олег Якимов, Республика. В Чубаксарах проведут и детальное обследование технического состояния 74 общежитий. Пристальное внимание этим домам уделили по итогам проверки, которую организовала администрация столицы. Было обследовано 209 жилых зданий. В ряде домов были выявлены незаконно обустроенные душевые комнаты, в которых отсутствовал гидроизоляционный слой. А это приводит к намоканию стены железобетонных плит, перекрытий. По оценкам актов обследования, оказалось, что в 13-ти должны провести более детальную проверку на необходимость капремонта, а в 61-м – ремонт конструктивных элементов. На эти цели необходимо почти 2,5 миллиона рублей. Обследование было проведено после обрушения стены дома на улице Петрова. В столице Чувашии подвели предварительные итоги государственной итоговой аттестации 2015. О результатах рассказали сегодня на пресс-конференции в Министерстве образования. Горячая пора экзаменов для выпускников общеобразовательных учреждений давно позади. Сейчас ведется работа по подведению итогов государственной аттестации. На 100 баллов ЕГЭ сдали 53 человека. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Тогда 100 балльников в республике было 37. В целом, средний результат сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме профильной математики, в Чувашии лучше, чем по России. Эти результаты, конечно, влияют, прежде всего, на наш взгляд, то, что Чувашская республика имеет очень большой опыт сдачи единого государственного экзамена именно в форме ЕГЭ. Когда мы начали сдавать ЕГЭ, вошли в виде эксперимента еще с 2001 года. Вторым фактором, пожалуй, является то, что в системе школьного образования в последние годы произошли очень серьезные изменения по созданию базовых школ, ресурсных центров, по подготовке педагогических кадров. Лучшими общеобразовательными учебными заведениями Чебоксар по показателям сдачи ЕГЭ стали гимназия номер один и лицей номер три. Среди районов республики в Министерстве образования отметили Батревский, Вурнарский, Бресинский и другие районы. Было выявлено 21 нарушение, что также ниже, чем в прошлом году. Но в шестом этого года было разделение математики на два направления – базовой и профильной. Большинство выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ профильный уровень и столкнулись с проблемами. Ученики не ожидали, что на профильной математике будут серьезные, почти олимпиадные задания. Мы на будущее, на последующие годы, конечно, очень тщательно будем готовить, именно переориентировать наших выпускников. Те выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены с основным потоком, смогут показать свои знания в августе. А двоечники получат второй шанс в сентябре. Чтобы пойти в 10 класс, в своей же школе необходимо написать заявление, отметили в министерстве. Особой популярностью у девятиклассников пользуются учреждения среднепрофессионального образования. Приемные комиссии высших и профессиональных учебных заведений уже начали свою работу. Теперь перед выпускниками школы стоит непростая задача – выбрать будущую профессию. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Не только опасно, трудно, но еще и интересно. Речь о профессии полицейского. Каково это быть на страже порядка? Накануне узнали дети, которые сейчас отдыхают в лагере «Белые камни». Там прошла акция «Классный полицейский». Военная техника, оборудование, спецслужбы, оружие – не самое привычное. Атрибуты детских лагерей в «Белые камни» их привезли вовсе не для того, чтобы устроить каникулы строгого режима. Здесь прошла акция «Классный полицейский». Детям показали такие моменты работы правоохранительных органов, которые они могли видеть разве что в кино. К примеру, как работает криминалист, если вор пробрался в квартиру через окно. Мы обрабатываем все – оконные рамы, стекла, даже осколки, которые лежат на полу, подоконник. Вот, значит, таким образом. Ищем отпечатки пальцев рук. Так, я здесь почистила. Давай, хватай стаканчик. Вот, посуду, допустим, обрабатываем, да? Здесь у нас гетелоскопические порошки, магнитная кисточка. Значит, аккуратненько, эффективно. Эксперты комиссии работают в перчатках. Вот, чтобы не оставить свои тоже следы. Не взять свои отпечатки пальцев. Обрабатываем так тихонечко. Вот, видите, какие отпечатки хорошие. Рассказать о своей профессии приехали представители 15 различных подразделений МВД. И это не был формат скучных лекций. Практически все привезенное оборудование можно было потрогать и испробовать. Что такое? Сейчас, секунду, включи его. Абсолютно нехороший. Это радар-визир. Вот его держи вот так. Сейчас увидишь. Сейчас понажимаешь. Все, смотри. Внимание, внимание. Быстро остановились. Подержать можно было даже оружие, сотрудники говорят. Хорошо, если этим детям не пригодятся знания о винтовках и пистолетах. Но они должны знать. Их и в целом страну есть кому защитить. У нас работа специфическая. Работа у нас не только здесь. Мы ездим на Северный Кавказ и в другие горячие точки. Применяем все оружие, которое у нас есть в наличии. Непосредственно табельное оружие, автоматическое. У нас есть и гранаты, и гранатометы потяжелее. Отбоя от любознательной публики не было у специалистов всех подразделений. Когда еще в руках можно будет подержать рацию или секретное прослушивающее устройство, попробовать по-настоящему снять отпечатки пальцев. Но, пожалуй, показательные выступления кинологической службы ОМОНа оказались вне конкуренции. Акция «Классный полицейский» – это совместный проект МВД Почуварской Республики и Общественного совета при Министерстве. Проводится она уже в шестой раз. Стартовала в ноябре 2014 года. До этого мы побывали в школах города Чебоксары, Новочебоксарска, Порецкого района. А во время летних каникул решили провести на базе детского лагеря. Может быть, кто-то из этих детей тоже свяжет свою жизнь с правоохранительными органами. Так или иначе, впечатлений им хватит надолго. А еще они наверняка будут гордиться теми, чья работа – Родину и закон защищать. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Александр Петров. Республика. Чебоксарская городская детская больница номер 3 стала участницей всероссийской благотворительной программы «Мир без слез». В ее рамках детские медицинские учреждения страны получают необходимое оборудование и лекарства. Но не только это нужно детям. Им важно хорошее настроение, надежда и вера. А сегодня в детской больнице настроение юным пациентам создавали любимые персонажи из детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Утро у маленьких пациентов Чебоксарской детской больницы было особенным. Вместо врачей в белых халатах и больничных процедур – настоящий клоун с гитарой и трещоткой. Посмеяться, повеселиться, потанцевать и даже достать ногой до носа смогли ребята, которые пришли на этот праздник. Как тебя зовут? Ваня! Аплодисменты Ване! Увидеть своими глазами настоящих героев передачи «Спокойной ночи, малыши» – об этом мечтают многие дети. Желание маленьких пациентов осуществилось. Прямо с голубых экранов к ним сошли родные герои – Хрюша, Степашка и Каркуша. Кто любит смеяться? Азюй в горький нам танцам? Азюй в гости на танцам? Азюй в глибчу прискаться? Азюй в хрюши вылаживаются? Да! Эмоции нас переполняют, и не каждый день увидишь Стипашу, Хрюшу, Каркушу. У меня ребенок очень любит, и вообще это герой моего детства. Ну, хотелось бы, чтобы таких праздников было намного больше. Ну, это вообще позитив для детей, которые болеют. Когда дети реагируют непосредственно, они, видите, как реагируют, и довольны, и смеются, и отвечают на все вопросы, то это совершенно другое ощущение, чем ты когда-то смотришь просто в камеру и говоришь. Такой праздник для ребят и их родителей стал возможен благодаря программе «Мир без слез». Она действует с 2003 года и носит адресный характер. За это время около 90 больниц, детских домов в более чем 50 городах России получили денежные средства на приобретение медицинского оборудования. В Чебоксарах такая акция проходит уже во второй раз. Три года назад одно из медицинских учреждений получило переносной аппарат УЗИ. Теперь же у детской больницы номер 3 есть аппарат для проведения искусственной вентиляции легких. Аппаратура, которая у нас имелась, она, конечно, есть, но ее недостаточно. И вот ту, которую аппаратуру сейчас нам закупил банк в рамках благотворительности, она нам очень необходима. Эта благотворительная программа помогает улучшить качество и доступность медицинской помощи. А самое главное – дарит маленьким пациентам «Мир без слез». Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. Оставайтесь с национальным телевидением «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова